В этой комнате будет у меня дочь жить и внук. Кровать, диван сюда купим тоже. Пса тоже диванчик. Телебизор купим. Ну, обустроим немножечко вот это тоже все. Этого дня Таисия Бородина ждала 37 лет. 60-й дом по улице Советская, в котором ей приходилось жить последние годы, был в ветхом состоянии, без удобств и горячей воды. В новую квартиру женщина заселилась благодаря реализации госпрограммы в Самарской области переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Обрадовалась, что это Кировский район. Я еще работаю, на пенсии работаю. И мне к работе тоже близко. Даже не потеряла разница, что с той квартиры добирал, что с этой. Я вот это вообще еще больше рада. В новом жилье и места больше, и есть все необходимое. Сделана чистовая отделка, пластиковые окна, натяжные потолки, на кухне обустроены мойки со сместителями, плиты в рабочем состоянии. Собственниками, которые проживают в ветхих домах, проводят беседы и узнают, что они хотят – денежную компенсацию или новое жилье. С целью определения мнения граждан проводим анкетирование перед формированием этапа, в котором мы и задаем вопрос, какой способ граждане предпочитают на самом деле. Конечно, это влечет за собой темпы роста строительства. Поэтому мы к этому вопросу относимся серьезно. Постараемся опросить всех граждан. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом страны Владимиром Путиным, в Самарской области программа по переселению идет опережающими темпами. В рамках первого этапа финансирования в этом году планируется расселение 348 квартир, расположенных в 62 аварийных многоквартирных домах. Мэри Илчан, Константин Головин. События.